Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такую замечательную шапочку с цветочком. Она очень состоит из легких трех этапов. Это провязывание резинки один на один, затем изнаночная гладь и цветочек. Цветочек у меня есть уже в предыдущих видео, поэтому я его не записывала. Я вам лишь дам ссылочку и красивенько расскажу, как его можно увеличить. То есть у меня в видео вы увидите просто, как цветочек сделать из вытянутых петелек, а именно как сделать его больше. Затем серединочку вы можете взять в принципе любую. Я взяла под цвет и тон шапочки. Хотите, можете взять какую-то серебристую, золотистую, железную, пластиковую. В общем, на свое усмотрение серединку, бусинку, пуговичку и так далее. Вот. Затем вы можете сделать эту шапочку из лицевой глади. Ну, то есть здесь у вас изнаночная предоставлена. С изнаночной стороны у нас лицевая гладь, поэтому вы можете оставить на лицевой стороне лицевую гладь. Вот. И затем я вам покажу, как сделать красивенько вот такую вот макушку. Она у нас получилась очень аккуратная. Шапочка у меня по размерам мотива в бине на обхват головы приблизительно где-то 54, я бы сказала даже 53-55 сантиметра. Вот так вот. Потому что 54, в принципе, я брала как среднюю окружность головы для этой шапочки. Теперь смотрите. Я рекомендую брать ниточки потолще. То есть вы можете использовать толще, чем у меня. Я брала полушерстяную лану голд. Вы хотите, можете взять плюс. Также ярмарк макси сюда подходит очень отлично. Слишком толстую, сильно толстую я не рекомендую брать, так как получится очень-таки вытяну петельки при убавлении и будет слишком видно. А вот немного толще, чем лана голд, я рекомендую, потому что получится очень красивый такой рисунок, несмотря что это обычная изнаночная гладь, получится очень такой вытянутый рисунок, именно четкий. Вот как на картинке, на заставке. То есть четкий получается рисуночек и, соответственно, наш цветок получается гораздо пышнее, гораздо такой вот красивее, ярче. Вот. И, соответственно, выбираете цвет пряжи на свой вкус. Я взяла молочный, чтобы вам показать, как связать именно вот такую вот модельку шапочки. Вы хотите, можете взять трябенькую, хотите, можете взять коричневую, черную. В общем, любую, абсолютно любую на ваш вкус пряжу. Соответственно, если вы сделаете без цветка, я вот специально еще не пришила цветочек, чтобы вам показать, как выглядит шапочка без цветка. То есть выглядит она очень обычно, поэтому, в принципе, такую шапочку можно связать как на мужчину, так и на женщину. То есть она такая вот вытянутая, по мотивам, еще раз повторюсь, шапочки Бини, но не секс. И затем для женской шапочки вы можете уже пришить цветочек, то есть сделать ее более женственной. В общем, смотрите на свое усмотрение, как вам хочется, вяжете. Конечно же, включайте свою фантазию, потому что от этого зависит дальнейшая ваша работа. Для вязания я буду использовать свою любимую пряжу от фирмы Alize Alana Gold, это полшерстяная пряжа, в ней 240 метров в 100 граммах. Также два номера чулочных спиц, это 3,5 и 4,5. 3,5 я буду вязать резиночку, основное вязание у меня будет 4,5. Затем нам понадобится крючок для цветка и ножнички для обрезания кончиков. Конечно же, нам понадобится также ваше хорошее настроение, мы начинаем вязать. Для начала нам нужно набрать количество петель кратное 2. Если вы вяжете прямое обратное вязание на двух спицах, тогда вам еще нужно набрать плюс ко всему набору петелек еще 2 петли кромочные для сшивания шапочки. Если же вы вяжете круговую на 5 спицах, как я, тогда набираем 96 петелек плюс 1 для замыкания вязания в круг. Вы обычно просите, чтобы я указывала плотность своего вязания. Итак, в лицевой глади, если мы будем вязать ниточками Лана Голд спицами номер 3,5, у меня 1 целая петля и 0,66 петельки. Если же мы будем вязать лицевой гладью номером 4,5, тогда у меня 1,5 петли. Здесь уже считайте сами, какая у меня плотность вязания и высчитывайте, сколько нужно набрать вам петелек. Итак, я набираю 97 петелек. Сначала 2 первые петельки на 1 спицу начальной, для того, чтобы не была растянутая крайняя петля. Затем приставляю вторую спицу и набираю следующие петельки. Итак, я набрала 4, далее 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 92, 93, 94, 95, 96 и 97. Наши 97 петелек набраны. Теперь нам нужно их распределить равномерно на 4 спицы. Если мы 96 петелек поделим на 4 спицы, получается по 24 петельки на каждой из 4 спиц. При том, что у нас одна лишняя, поэтому на одной спице будет 25 петелек. Сейчас я беру на глаз, делю 4 части вот эти вот петельки и переодеваю на каждую из 4 спиц. Вот так вот каждую четвертую часть. Беру новую спицу и теперь переодеваю третью часть из 4. Затем беру новую спицу, вторую часть из 4. И на первой спице у нас остается первая часть из 4. Вот так вот приблизительно на 4 равные части я поделила наше вязание. У нас сверху остается краешек ниточки, который остался при наборе. Он у вас может быть коротенький, может быть длинненький. Здесь абсолютно никакой разницы и роли не играет. А рабочая ниточка от нас находится. То есть вот так вот сверху у нас получается короткий краешек. Вот он. Теперь берем в руки четвертую спицу и первую. То есть смотрите, первая по набору у нас была вот эта спица в левой руке, четвертая в правой руке. Вот мы берем вот таким вот образом и немножечко приспускаем спицы, чтобы у нас были петельки как можно ближе к верху. Вот так. Все, теперь нам удобно. И мы сейчас начинаем замыкать круг лишней набранной петелькой 97. Что мы делаем? Смотрите, мы последнюю набранную петельку с правой спицы переодеваем на левую спицу. Первую набранную петельку мы одеваем на последнюю набранную петельку и спускаем со спицы. Вот смотрите, что я сделала. Вот она первая петелька набранная на последнюю. И теперь последнюю набранную петельку возвращаем на правую спицу. теперь тянем короткий краешек на себя а рабочую ниточку от себя таким образом мы с вами подтянули крайнюю петельку и замкнули вязание наших круг вот что у нас получилось и теперь мы берем пятую рабочую спицу и начиная с первого вот этого вот с первой спицы с первой петельки начинаем провязывать постепенно первую спицу затем вторую третью и четвертую это у нас получается ряд каждый ряд нам будет отмечать вот этот короткий краешек ниточки при наборе поэтому когда я говорю вяжем до конца ряда это значит вяжем до вот этой ниточки до нашего так сказать будем говорить маркера первый ряд мы будем провязывать чередование лицевая петелька затем изнаночная лицевая изнаночная так как у нас число петель кратная на 2 тогда у нас получается ряд будет начинаться с лицевой петельки а заканчиваться на 4 спицы с изнаночной петельки и так лицевую я провязываю снизу вверх захватываю рабочую ниточку и вытаскиваю петельку на правую рабочую спицу изнаночную я буду вязать так ниточка перед работой сверху вниз опускаю спицу петлю захватываю рабочую ниточку и вытаскиваю еще раз показываю снизу вверх захватывая рабочую ниточку вытаскиваю это лицевая ниточка перед работой опускаю сверху вниз петельку спицу за захватываю рабочую ниточку и вытягиваю вот она наша изнаночная так мы будем вязать до конца ряда при том что если хотите для правильности вязания можем расформировать правильное отчетное количество на каждой спице при том что равное то есть 24 как мы говорили 96 делится на 4 это 24 петли значит мы сейчас будем провязывать лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная так 24 петельки то есть мы ту петельку которая набранная лишняя как вы помните мы ее сократили методом перекидывания петли на петлю то есть протяжки такой поэтому у нас ее вязание нет у нас по кругу 96 петелек и так я провязала 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 и со следующей спицы еще довязываю 2 петельки 23 и изнаночная 24 все 24 петельки на первой спице провязаны берем снова нашу рабочую спицу и провязываем следующую спицу то есть мы с вами закончили на изнаночной следовательно продолжаем с лицевой лицевая изнаночная первая пара лицевая изнаночная вторая пара лицевая изнаночная третья пара, далее лицевая изнаночная четвертая пара, лицевая изнаночная пятая пара, лицевая изнаночная шестая пара, лицевая изнаночная седьмая пара, лицевая изнаночная восьмая, лицевая изнаночная девятая, лицевая, переходим на другую спицу, изнаночная десятая, лицевая изнаночная 11 и лицевая изнаночная 12 пара следовательно 24 петельки так нам нужно провязать чередуя лицевую изнаночную петлю до конца ряда при этом сейчас отчитываете снова 24 петли и на следующей спице отчитываете снова 24 петли и ряд у вас должен закончиться изнаночной петелькой если у вас в конце ряда довязана изнаночная ряд начинается с лицевой на каждой из спиц по 24 петельки значит вы набрали провязали первый ряд все правильно если вам кажется что немного маловат вот этот круг для объема и обхвата головы в общем для вашей шапочки то не спешите делать выводы так как это резиночка она еще подтянется плюс смотрите чтобы у вас после стирки шапка не стала большая в принципе это ниточка не деформируется но опять же стирки если не придерживаться правильности в общем эксплуатации и носки также стирку если учитывать что мы не всегда можем постирать руками холодной воде а кидаем машинку поэтому будьте осторожны с этим и не спешите с выводами и так мы сейчас начинаем провязывать второй ряд второй ряд мы будем провязывать лицевые над лицевыми изнаночные над изнаночными снова чередуем лицевая изнаночная как вы поняли мы уже будем формировать резиночку один на один и так лицевую я провязываю за переднюю стеночку а изнаночную буду провязывать за заднюю стеночку почему так для того чтобы не были перекрещенные изнаночные вот эти петельки изнаночной стороны они выглядят как лицевая косичка и вот эта лицевая косичка в принципе я люблю ее не перекрещивать для того чтобы смотрите при носки шапочки, чтобы не отбивались на лбу такие вот трубчики. Поэтому не перекрещивайте изнаночные петельки, а вяжите за заднюю стеночку. Лицевую за переднюю, а изнаночные за заднюю. Если же вы вначале начинаете провязывать изнаночную за переднюю стеночку, то так во всем вязании и вяжите, чтобы у вас было максимально одинаковые петельки. А лицевую я вяжу за переднюю, потому что она ложится вот как по рисунку красивенькой косичкой. Я люблю, чтобы она так аккуратненько выглядела, поэтому лицевую я провязываю за переднюю, а изнаночную провязываю за заднюю. Лицевые вяжем над лицевыми, изнаночные вяжем над изнаночными. Так мы будем вязать не только первый и второй ряд, а и нужное количество рядов для высоты резинки шапки. То есть вот так вот будет выглядеть начало вязания нашей шапочки резиночка. Для тех, кто не знает, как вязать резиночку 1х1 или не понял сейчас видео, как ее вязать, можете посмотреть отдельное видео, там где резиночку 1х1 мы рассматриваем более подробно. Сейчас же я сильно не заостряю на этом внимание. И мы вот таким вот образом вяжем резиночку 4-5 сантиметров. Я буду вязать не менее 5 сантиметров для того, чтобы, в общем, при том, как мы будем носить шапочку, чтобы у вас резинка эта не деформировалась. Поэтому я советую вам все-таки вязать повыше шапочку. Но, опять же, дело вкуса. Если вы любите низкую резинку, то вяжите 4 сантиметра. Если вы хотите, чтобы шапочка вам как можно дольше прослужила в красивом виде, то вяжите резиночку 5 сантиметров. Когда мы провяжем высоту резиночки 5 сантиметров, мы с вами перейдем на основной узорчик. Все, я провязала высоту резиночки 1х1 5 сантиметров. И теперь приступаю к вязанию самого узорчика шапочки. Узор на самом деле у меня очень-очень простой. Узорчик состоит всего лишь из изнаночных петелек. То есть мы будем вязать изнаночную гладь по кругу всей шапочки. То есть по всей окружности. Перед тем, как перейти на основной узорчик, мы меняем спицы на 4,5. То есть резиночку мы вязали номером 3,5. Узорчик будем вязать 4,5 миллиметра. Теперь смотрите. Мы сейчас можем просто вязать изнаночными петельками. Но я вам предлагаю еще второй вариант. Вывернуть на изнаночную сторону и вязать лицевыми петельками. Так как для меня лицевые петельки в принципе удобнее вязать, поэтому я буду вязать с изнаночной стороны. Обратите внимание там, где у нас изнаночные рубчики. И вот здесь вот начну как бы в прямое обратное вязание возвращаться и вязать вот так вот. Получается первая у нас лицевая с изнаночной стороны. Мы ее снимаем не провязанной, так как она у нас уже провязанная. И начиная со второй петельки я буду провязывать только лицевые петли. Но смотрите, у нас первый ряд ряд с сокращениями. То есть для того, чтобы вывязать высоту шапочки, нам для начала нужно сделать несколько убавлений в ряду для того, чтобы перейти с резиночки 1х1 на изнаночную гладь или в данном случае на лицевую гладь с изнаночной стороны. То есть вы вяжете либо с лицевой стороны изнаночными петлями, либо с изнаночной стороны лицевыми петлями. Еще раз повторюсь, для меня удобнее с изнаночной стороны лицевыми петлями. Итак, мы сейчас будем провязывать первые 4 петельки лицевые. Вот, получается, первая лицевая мы ее сняли, затем изнаночная мы ее провязываем лицевой, это вторая петелька. Лицевая лицевой третья и изнаночная лицевой четвертая. А затем пятую и шестую петельку, то есть лицевую изнаночную, мы провязываем две вместе одной лицевой. Для того, чтобы было красивое, не скрещенное провязывание петелек, я вам предлагаю лицевую снять непровязанной, затем изнаночную повернуть, получается, задней стеночкой вперед, одеть обратно лицевую и провязать две вместе лицевой за заднюю стеночку. То есть, как бы сделать такое небольшое перекрещивание, рокировочку, для того, чтобы у нас было с лицевой стороны красивое провязывание. Вот так вот. Теперь снова лицевую провязываем лицевой первая петля, изнаночную лицевой вторая, лицевая лицевой третья, изнаночная петля лицевой четвертая. Затем снова снимаем лицевую непровязанной, изнаночную меняем второй стеночкой, одеваем назад лицевую, две вместе провязываем лицевой. Хотите, можете не меняя изнаночную, просто провязывать сразу две вместе петельки, лицевую и изнаночную вместе провязывать лицевой. И снова провязываем 4 петли лицевые, и затем пятую и шестую провязываем вместе лицевой. Я буду делать поворотики, мне так будет удобнее и провязывать, и красиво будет ложиться узорчик гладен. Поэтому продолжаем дальше, провязывая 4 лицевые, пятую и шестую, мы провязываем вместе одной лицевой. И так мы будем провязывать до конца ряда, делать убавления. Вот я провязала, получается, 2 вместе и сделала 4 сокращения. Вот оно первое сокращение, затем идет второе сокращение, третье и четвертое. То есть получается в ряду мы будем делать на каждой спице 4 сокращения. 4х4, 16. То есть 16 убавлений нам нужно сделать во всем ряду до конца. Я провязала первый ряд и сделала сокращение. Теперь смотрите, мы продолжаем вязать по кругу лицевой гладью. Но смотрите, для идеального вязания нам нужно будет подвигать в каждом ряду 4 раза на 3 петельки провязывать больше. То есть смотрите, я объясню, что я имела ввиду. Мы сейчас провязали четвертую спицу. У нас здесь идет как бы прямое обратное вязание этого ряда, поэтому здесь у вас небольшая получается вот такая вот дырочка. И в дальнейшем между спицами, если вы не будете затягивать первую и последнюю петельку при вязании, у вас получаются как бы такие вот щельки, как вот между резинкой 1х1. Вот такое у вас получится неровное красивое вязание. Некрасивое. Для того, чтобы у вас не было таких вот прощелин, я рекомендую всегда на провязывании каждой спицы двигать влево, провязывать лишние 3, либо 4 петельки. То есть я всегда провязываю в принципе 3 или 4 петельки. Чаще всего это 3. Смотрите, мы довязали последнюю спицу четвертую. Вот она моя ниточка, отметочка, начало, конец ряда. Поэтому я продолжаю вязать ровно на 3 спицы дальше. Ой, на 3 петельки дальше. 1, 2, 3. Все, я получается провязала последнюю спицу, перехожу к первой. Первую я провязываю все петельки с нее, лицевыми петлями за вот эту вот заднюю стеночку. А затем ровно на 3 петельки продолжаю вязать со следующей спицы. И так я буду вязать до самого-самого конца провязывания нашей шапочки в высоту. То есть смотрите, вот провязав все петельки со второй спицы, я перехожу на третью спицу ровно на 3 петельки. То есть довязываю. И так я буду делать каждый раз. Для того, чтобы еще раз повторюсь, у нас не было прощелин между вязанием. Точно так же, если вы вяжете изнаночную власть. Вам нужно будет с лицевой стороны провязывать на 3 изнаночные лишние со следующей спицы. Для того, чтобы у нас не было прощелин. Теперь смотрите, нам нужно будет провязывать вот такую вот лицевую гладь. Или с лицевой стороны изнаночную, кто вяжет изнаночными петлями. Нам нужно провязать, смотрите, так. Для тех, кто хочет высоту стандартной шапочки, то есть 21 см, 20-22, ну то есть такую вот высоту, то вы не довязываете до макушки своей где-то 2-3 см. То есть смотрите, если вам нужна высота 21 см, 21-3, это 18 см вы вяжете от начала резинки до начала убавления макушки. Для тех, кто хочет высоту с эффектом бини назад, то есть вот такую вот как бы, как чулочек небольшой, то определитесь, вы хотите подлиннее или покороче. Если же немножечко покороче, то это 26 см. 26 см минус 3, это 23 см плюс где-то полсантиметра. То есть 23,5 см вам нужно провязать для тех, кто хочет высоту шапочки, 26 см. От начала резинки до начала убавления макушки. Для тех, кто хочет подлиннее, то есть 27 см, соответственно, нужно 24,5 см провязать высоту от начала резинки вязания нашего и до убавления макушки. Когда вы провяжете высоту шапочки, шапочка, как вы видите, очень легко и быстро вяжется, просто вяжется как вот такой вот чулочек-носочек. И затем я вам хочу показать, как сделать убавление на макушку. Я провязала 21 см и начинаю делать убавления на макушку. Убавлять макушку я буду тоже с изнаночной стороны, то есть там, где у нас лицевая гладь. Итак, я провязываю первые 8 петелек лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. А 9 и 10 провязываю вместе, вот так вот поворачивая аккуратненько петельки, чтобы они у нас сложились тоже красивой косичкой с изнаночной стороны. 2 лицевые провязала 1 лицевой, 9 и 10. Теперь снова провязываю 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можно просто за переднюю стеночку первой петельки и вот так вот первая и вторая провязываем вместе. То есть либо так, либо так. Хотите поворачивайте, хотите нет. Мы в этом ряду до конца ряда будем убавлять каждую 9 и 10 петельку провязывать вместе одной лицевой. 8 лицевых, 9 и 10 вместе. 8 лицевых, 9 и 10 вместе. В следующем ряду мы будем делать убавления в шахматном порядке. То есть мы провязывали 9 и 10 вместе. Находим эти убавления и между ними будем сейчас убавлять. То есть у меня получается, мы должны провязать 3 лицевые. 1, 2 и 3. Теперь четвертую, пятую провязать вместе. Теперь мы вяжем, получается, 3 лицевые до нашего убавления в предыдущем ряду. Его провязываем. И снова 1, 2, 3. Четвертую, пятую провяжем вместе. Снова 3 до убавления лицевые. Убавление лицевое. И 3 после убавления. 1, 2, 3. А четвертую и пятую провязываем вместе. То есть мы делаем в шахматном порядке. 1, 2, 3 до убавления. Убавление тоже провязываем. Теперь 3 после убавления. У меня здесь получилась перекруточка. 1, 2, 3 после убавления. И четвертую и пятую провязываем вместе. Вот так вот я буду провязывать в шахматном порядке убавления до конца ряда. То есть там, где у нас были убавления, мы, получается, от него по обе стороны должны на равном расстоянии сделать убавление. То есть делаем убавление, еще раз повторю, в шахматном порядке, это так. Вот, допустим, точка убавления, а мы по обе стороны на равных расстояниях между точками нижнего ряда. Вот так вот делаем убавление в следующем ряду. Мы убавили через 7 петелек, а теперь в следующем ряду мы снова в шахматном порядке будем провязывать убавления. Итак, провязываем первые 3 лицевые. 1, 2, 3. Затем у нас идет убавление предыдущего ряда. Мы его также провязываем 4. Далее после убавления 5, 6 провязываем 2 лицевые. А теперь седьмую и восьмую провязываем 2 вместе. Снова 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая до убавления. Провязываем убавление 4 лицевая, далее 5, 6, а седьмая и восьмая провязываем 2 вместе лицевой. Снова 1, 2, 3 лицевая. Переходим на следующую спицу. Убавление 4 лицевая, далее 5, 6, 2 лицевые. И делаем седьмую и восьмую вместе лицевой. То есть каждую седьмую и восьмую в ряду мы будем провязывать вместе. 1, 2, 3. До убавления предыдущего ряда. Далее убавление 4. После убавления 5, 6 лицевая. И седьмая и восьмая провязываем вместе одной лицевой. И так будем убавление делать до конца этого ряда. В четвертом ряду убавления мы также не будем трогать убавленные петельки в предыдущем ряду. А будем точно так же в шахматном порядке делать убавление. И так провязываем первые 2 лицевые. Затем у нас шло убавление через 1 ряд назад. Поэтому мы получается вот эту через ряд назад убавление и первую лицевую перед ней провязываем вместе 2 лицевые. Вот так вот провязали 1 лицевой, 2 лицевые. И теперь дальше вяжем 1 лицевая, 2 лицевая, далее убавление предыдущего ряда, 3 лицевая, 4 лицевая и 5 лицевая. А теперь смотрите, у нас остается лицевая и убавление через ряд назад. Вот оно. Мы провязываем вместе 2 лицевой. Вот так вот провязали лицевой. И теперь снова отсчитываем 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, убавление предыдущего ряда, 4 лицевая, 5 лицевая. А далее у меня остается 1 лицевая, я ее переношу и провязываю вместе с убавлением через ряд. Снова отсчитываем 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, 3 лицевая, убавление предыдущего ряда, 4 лицевая, 5 лицевая, а 6 и 7 я провязываю 2 вместе 1 лицевой. И так я буду вязать до конца этого ряда, делать убавление тоже в шахматном порядке. Ряд закончился убавлениями и это получается у нас по счету уже 5 ряд убавления. Поэтому провязываем также в шахматном порядке. Сначала 2 лицевые, затем у нас идет убавление, мы его провязываем лицевой. 4 лицевая, а 5 и 6 мы провязываем 2 вместе 1 лицевой. Снова 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, убавление предыдущего ряда, 4 лицевая, а 5 и 6 мы провязываем 2 вместе 1 лицевой. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, убавление предыдущего ряда, 4 лицевая, а 5 и 6 провязываем вместе. И так мы будем убавлять снова в шахматном порядке до конца ряда. Довязали ряд убавления и теперь мы точно так же в обратном порядке будем делать убавление. То есть смотрите, у нас здесь получается на третьей петельке, если вы обратите внимание, было убавление на ряд назад. То есть мы сейчас провязываем 1 лицевую, далее 2 вместе 1 лицевой, сразу же делаем убавление, затем 1 лицевая, 2 это убавление предыдущего ряда, 3 лицевая, а далее 4 и 5 провязываем вместе 1 лицевой. Снова 1 лицевая, 2 лицевая, убавление предыдущего ряда, 3 лицевая, а 4 и 5 мы провязываем вместе. И так мы будем чередовать до конца этого ряда. Ряд закончился 2 лицевыми, а теперь мы снова продолжаем вязать вот эту первую спицу. Первая лицевая, вторая лицевая у нас было убавление предыдущего ряда, а третью и четвертую провязываем вместе лицевой. Снова лицевая, вторая лицевая убавление предыдущего ряда, а третью и четвертую мы провязываем лицевой. Снова лицевая, лицевая предыдущего ряда убавления и третья и четвертая провязываем 2 вместе. То есть чередуем 2 лицевые убавления, 2 лицевые убавления. По желанию можете сократить количество спиц для вязания, то есть здесь уже у нас, как вы видите, маленький кружочек совсем получается. Поэтому можете перейти на 3 спицы, в общем, можете оставаться на 4, как хотите. Итак, 2 лицевые, третью и четвертую вместе. Снова лицевая, лицевая, третья и четвертая провязываем вместе. Так вяжем до конца этого ряда. И я предлагаю сделать еще один ряд убавления. Итак, смотрите, у нас идет лицевая, затем убавление идет через ряд. Поэтому мы сразу же начнем ряд с одного убавления. Затем убавление предыдущего ряда мы провязываем просто лицевую. Снова 2 вместе провязываем, 1 лицевая, 2 вместе, 1 лицевая. То есть идет у нас чередование уже на уменьшение. 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 1 лицевая. Вяжем до конца ряда. И, наконец, последний ряд убавлений. Сейчас мы провязываем сразу сначала по 2 петельки вместе. То есть хотите, можете первую пока переснять на предыдущую спицу. То есть для правильности она у нас должна быть лицевой, убавление предыдущего ряда. Поэтому можете ее довязать на предыдущий ряд одну. А затем сразу, начиная с той петельки со второй, где у нас через ряд было убавление, и убавляем ее с первой лицевой. То есть так, наверное, пожалуй, будет правильнее. Затем снова у нас убавление предыдущего ряда. Мы переносим его вместе делаем с убавлением. То есть мы провязываем сейчас полностью парные лицевые. То есть сейчас мы провязываем по 2 вместе. Вот так вот каждые петельки. 1, 2, 3 и так далее. То есть мы просто делаем сплошные убавления провязывания 2 вместе лицевых. Если у вас не помещается или где-то не хватает пары, то переносите на следующую спицу и провязывайте лицевые. И вот мы подошли к самому концу. У нас получается 8 петелек всего. Мы провяжем первую петельку лицевой и обратно вернем на левую спицу. А затем на эту лицевую мы начинаем переодевать все петельки по очереди. Вот так вот одеваем на нее и спускаем. Следующую петельку одеваем на первую и спускаем. Затем переодеваем на следующую спицу эту первую петельку. И вот так вот на нее по очереди спускаем каждую петельку. Вот так вот 1, 2, 3 со второй спицы. И у нас остается 2 петельки. Мы спускаем и эти 2 петельки, переодев первую петлю на спицу. И на нее вот так вот одну спустили со спицы и вторую. У нас на петельке собраны все полностью по краю петли. То есть все наши 8 петелек начальные, вот они у нас на спице. При вытянке немного петельку нам нужно сейчас будет хорошо затянуть вот этот краешек, чтобы не было дырочки. Вот смотрите, получается вот такое аккуратненькое в принципе убавление. Как для лицевой глади, это убавление в принципе довольно таки красивое. То есть смотрите, если вы разровняете убавление, то получается вот такой аккуратненький цветочек, вот такие вот волны. То есть в принципе все аккуратно. А самое главное для лицевой глади то, что не сильно стянутая макушка. Честно говоря, мне эта шапочка нравится и с лицевой стороны. То есть она такая, эффект у нее получил сабини. То есть просто лицевой гладью. Но так как у нас шапочка изначально была изнаночной, то есть на изнаночной стороне, мы сейчас выворачиваем на лицевую. И с лицевой стороны тоже, посмотрите, получается довольно таки аккуратное убавление для изнаночных петель. Здесь немножечко может у вас под вытянутые петли есть, ничего абсолютно страшного, но тоже видите, получился вот такой замечательный цветочек. Для, скажем так, идеала выполнения вашей работы, вам нужно будет эту шапочку намочить и высушить в красивом разложенном виде. Вот. Чтобы вот этот цветочек немножечко разровнялся и был красивеньким. Также нам нужно закрепить вот эту вот ниточку с изнаночной стороны. Либо же, если вы решили, что у вас лицевая сторона, лицевая гладь, точнее, изнаночная сторона будет главной, в шапочке она вам больше нравится, можете оставить ее. Тогда выворачиваете вот этот краешек на изнаночную для вас сторону и прячете кончик. Вот. У нас получилось довольно таки все замечательно. И вам осталось, что вам осталось? Вам осталось связать цветочек. Цветочек я уже предварительно связала, чтобы вам показать, как он выглядит. Вот он у нас, цветочек. У меня есть видеоурок по этому цветочку, поэтому я продолжать не буду. Единственное, что я вам посоветую. В видеоуроке там мы вязали, по-моему, 3 или 4 ряда пышности. Здесь я вот связала, получается, от кольца амигуруми 1, 2, 3, 4 ряда. То есть я увеличила цветочек на 4 ряда. Вам, если он кажется маленьким, можете связать еще пышнее, еще шире, увеличивая вот здесь вот колечко амигуруми с вытянутыми петельками. Теперь вставляем в серединку либо красивую пуговичку, либо какую-то красивую бусинку. Можете приклеить полубусинку, то есть пришиваете вот этот цветочек по краям вот этого круга амигуруми с внутренней стороны и пришиваете серединку к цветочку. Вот у вас получается замечательная шапочка. Как я уже говорила в начале, то лучше ее вязать немножечко с толстых ниток. То есть сейчас очень модная крупная вязка. Лана Гол в принципе тоже хорошо подходит, но можно взять сюда и лану или макси, или еще лучше, наверное, плюс, чтобы не сильно такая прям толстая-толстая была. Вот, и соответственно цветочек, если вы будете делать именно потолще ниточками, то он получится гораздо пышнее и такой поярче, я бы сказала. Итак, в общем, в принципе наша шапочка готова. Прячьте кончики, пришивайте, вяжите цветочек. Ссылочку обязательно на цветочки я оставлю под этим видео. Обращайте внимание в описании. Вот, я надеюсь, что вам все было понятно и интересно. Поэтому не забывайте, конечно же, ставить лайки, ровных петелек вам, хорошего настроения. Не забывайте подписываться на мой канал, на мой новый канал. Пока-пока!